А сейчас мы поговорим о родителях. О тех родителях, которые пережили самую страшную трагедию. Вернее, переживают ее до сих пор, потому что смириться с потерей детей, наверное, невозможно. В Петербурге начали рассматривать два очень похожих уголовных дела. В каждом из них есть фразы «погиб на месте» или «умер в результате полученных травм». Трое детей были сбиты разными водителями на пешеходных переходах. Подробнее в материале Игоря Иванова. В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга начали рассматривать дело Алексея Бегунова. 7 января этого года на проспекте Мариса Тореза он сбил двух подростков на пешеходном переходе. 15-летний Михаил Петров погиб на месте, 16-летняя Анастасия Соловненко была доставлена в больницу, но скончалась. Травмы оказались несовместимы с жизнью. И Миша, и Настя были единственными детьми в своих семьях. Виновник трагедии Алексей Бегунов вину признал, но мать погибшего ребенка не верит в раскаяние. Она считает, часть вины Бегунов хотел перенести на других водителей. Назначенные дополнительные экспертизы подтвердили, что вины других участников движения в гибели Насти не было. Я не могу это иначе как убийством назвать. Обвиняемого через полгода из-под ареста отпустили. В суд приходит сам, без конвоя, с прессой, общаться отказывается. Алексей, а вы раскаиваетесь в том, что произошло? Давайте всю пресс-службу суда вам доставим. Отец его родной, который приносил извинения моей доверительнице, и он плакал. Почему-то подсудимый достаточно холодно общается и уходит, даже глаза уводит. Алексею Бегунову грозит до семи лет лишения свободы. А это уже Калининский суд Санкт-Петербурга. Обвиняемый в гибели ребенка Юрий Ковалев. Ему уже 68. В день защиты детей, 1 июня этого года, его автомобиль вылетел на пешеходный переход на проспекте Непокоренных. На красный свет. В группе пешеходов, которые шли по зебре, был 14-летний подросток. Он погиб на месте. Вы признаете, что действительно на красный свет светофора выехали на пешеходный переход? Я не знал. Я его там вообще не видел. Не видно было переключение светофора. Совершенно, потому что солнце было так. Он засвечивал полностью. Какое наказание ждете? Ну, какое будет, такое будет. Ковалев полностью признал вину. Просил рассматривать дело в особом порядке. В этом случае срок наказания не превысил бы 4 лет. Родители мальчика отказались. Там все было слишком очевидно. То, что водитель ехал не на какой-то там желтый мигающий, не какой-то там загорающийся красный. Красный горел уже очень давно. Ну, и встречная полоса, которая через островок безопасности, она уже стояла секунды 4-5. 25 мая прошлого года. Проспект Науки. 15-летний Сергей Васин вышел на остановке из трамвая и тут же был сбит несущейся иномаркой. Виновник Азису Лукбеков заявил, не знал, что нужно было остановиться. Не помнящего правил дорожного движения приговорили всего к двум годам колонии поселения. Мать ребенка просила изменить это решение. Ей отказали. Виновник смерти ее сына уже на свободе. Время в следственном изоляторе ему засчитывали по формуле день за два. К сожалению, не предусмотрена, видимо, наша судебная система наказывать виновников в ДТП. За тот же грабеж в небольших сумках дают больше наказания, чем за смерть в ДТП. Женщина продолжает бороться. Написала десятки писем во множество инстанций. Требует ужесточить наказание для виновников смертельных ДТП. Другая ее мечта – безопасные трамвайные остановки в Санкт-Петербурге. Три трагедии объединяет одно. Там, куда пришло горе, дети были единственными в семье. А водители, которые отняли детские жизни, просто проигнорировали правила и давили в пол педаль газа там, где нужно было притормозить. Теперь мы вдвоем. Убил моего сына, он убил и меня. Я там была, когда он погиб. Я до сих пор глаза закрываю, вижу, и вот он бросил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова